Не ту машину называли зубилом. Куда больше вазовской восьмёрки на этот слесарный инструмент похож новый Toyota Prius уже пятого поколения. Словно чтобы придать значимости этой цифре, японцы к моменту премьеры успели продать в общей сложности 5 миллионов Prius'ов за 25 лет производства. Но оставим магию цифр и перейдём к фактам. Prius остался пятидверным лифтбэком, но немного вырос в размерах. Интересно, что при несущественном увеличении длины, всего на 2,5 сантиметра, колёсная база выросла на все пять. При этом машина стала сразу на 4 сантиметра ниже, и отчасти этим и объясняются визуальные параллели, о которых мы говорили вначале. А для гармонии и пропорций машина раздалась ещё и вширь, но опять же на малозаметную пару сантиметров. Самое главное осталось неизменным. Prius это по-прежнему гибрид. Как и раньше, есть обычная версия и подзаряжаемая. Вот только теперь внешне их можно различить разве что по колёсным дискам. Зато в части возможностей разница куда более заметная. Обычная версия может комплектоваться либо знакомым мотором объёмом 1,8 литра, мощность которого подросла до 140 лошадиных сил, либо 2-литровым атмосферником с убедительной удельной отдачей почти в сотню лошадей с литра. В качестве топовой версии предлагают подзаряжаемый гибрид, у которого 148-сильный бензиновый мотор соседствует со 160-сильным электродвигателем. Вместе они обеспечивают отдачу в 223 лошадиные силы. Ёмкость тяговой батареи увеличили вдвое, до 16 с лишним киловатт-часов. А потому и электрический пробег топового Prius'а вырос в полтора раза. Фундаментом модели служит всё та же модульная архитектура TNGA, правда с доработками. Центр тяжести сделали ниже, а кузов усилили. Схема подвески прежняя, стойки Макферсона спереди и независимая двухрычажка сзади. Среди интересных опций – солнечная батарея, которую можно встроить в крышу старшей подзаряжаемой версии. За год она позволит проехать чуть больше 1200 дополнительных километров, но это в неких идеальных условиях, которые встречаются далеко не везде. Начальные версии пятого Prius'а поступят в продажу уже зимой, а топовую модификацию придется подождать до весны 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok